всем привет давненько мы с вами не виделись и сегодня видео будет обо всем обо всем что происходило вышивальному и не очень в январе уже наступившего 2022 года и начался мой вышивальный январь не самого начала месяца я вообще смотрела разные рукодельные недельки девчонки начинали вышивать и первого уже числа и второго старались как можно более полно захватить каникулы чтобы на вышиваться вдоволь перед рабочей неделей то есть использовать каникулы максимально хорошо для вышивки максимально продуктивно мы же нет у нас эти каникулы были такие знаете довольно активные интересные веселые мы новый год справляли не дома в гостях и перед рождеством мы были в деревне и общем-то рождество там можно сказать отметили было это 6 числа правда 7 мы вернулись уже домой и за то получается неделю выходную не 10 дней мы объездили всевозможные елки горки в нашем городе в общем повеселились на славу тем более погода позволяла время позволяла очень было здорово но хавокнулись там эти гуляния конечно в будущем но это ладно это уже другая история я приступила к вышивке где-то на числа 4 это чисто символически я не хотела вышивать ничего большого да и некогда в общем то было я решила взять вот такой вот маленький набор совершенно случайно попавший ко мне в руки огоньки птичка от адриана сделай своими руками да по он так но брать не буду тут все на обложке написано как правильно вот такой вот замечательный фонарик мне он сходу понравился он такой яркий интересный мне захотелось его вышить и его как раз таки вышивальщица татьяна отдавала просто так потому что ей эта серия не зашла по ряду причин какие-то были ошибки в схеме насколько я помню еще что-то на общем какие-то несуразицы и 22 сюжета она вышила на 3 уже у нее нервов не хватило но я вот забрала у меня этот набор и в надежде что я его когда-нибудь вышью и это когда-нибудь наступила в общем-то достаточно скоро то есть 4 числа вот мне приспичило все-таки что-то такое небольшое повышевать и я взялась именно за этот набор этот набор на пластике вышивается то есть здесь вот такой вот маленький кусочек пластиковой канвы он прям впритык впритык абсолютно то здесь прям морская даже пожадничали никакого запаса не оставили все четко вот по по картинке по рисунку я принялась в общем-то вышивать на этой канве сделала здесь буквально успела несколько крестиков поняла что мы с татьяной выкладываем крестики в разном направлении то есть верхний вот этот вот стежок покрывающий у татьяны идет он из левого нижнего угла верхней правы а у меня наоборот ну естественно тут же че там несколько крестиков распустила и мне пришла в голову гениальная идея вышивать это не на пластике а на канве ну канва должна быть конечно какая-нибудь тоже такая поинтереснему смысл на белой канве то вышивать даже если взять равномерку но все равно не то по крайней мере ну вот хотелось что-то такого прям вот поинтересно подходящий канвы не нашлось зато мне нашелся вот такой вот отрез ткани это ткань для пачворка ну по крайней мере я ее покупала именно так я покупал ее когда-то в леонардо для задников на сапожки новогодние вот такой вот у меня был такой приличный кусочек даже не знаю сколько тут сантиметрах что-то такое вот так клей который мне так и не удалось отклеить вот я кусочек здесь отрезала и в общем-то начала я вышивать но так как это просто ткань и просто на ней вышивать крестики не получится нужно было водорастворимая канва а у меня водорастворимой канвы не было и поэтому я воспользовалась вот таким набором который у меня тоже уже очень долго лежит не высевается думаю что лежит я возьму от нее и вытащу отсюда кусочек водорастворимой канвы и он как раз подходил даже был немножко больше чем необходимый рисунок ей богу лучше бы я купила сходила съездила вот другой кусочек этой водорастворимой канвы я когда-то давно покупала специально для того чтобы вышивать на джинсовой куртке мне так понравилось водорастворимая канва на так хорошо смылась и вот то что я взяла из набора это просто небо и земля ну в общем суд да дело принялась я вышивать и в общем то собственно говоря вот что у меня в итоге получилось близко не показываю потому что это страшно я вышивала на водорастворимой канве конечно я ее хорошенько пришила именно к основе я и по периметру прошлась и по диагонали прошлась но все равно она немножко как-то ерзала это канва и мои крестики они просто ужасно кривые они просто вот я даже не знаю слов не могу подобрать они настолько кривые у меня была надежда что это может быть как-то исправиться в будущем но это надежда растаял очень быстро они как остались как были кривые так и остались кривые ничего с ними не произошло в лучшую сторону ну да ладно в общем отправилась я после вышивки а нет подождите ладно это дело уже в общем то потом буду прям по ходу рассказывать потому что знаете у меня маленькая такая вышивка малюсенькая приключение с ним блин целый ворох ну в общем начала я с того что стала вышивать просто крестики да мои кривущие страшнющие это ладно кое-как я их вышила вышивала наверное эти крестики дня 2 до 4 5 примерно вот так дальше мне нужно было вышивать бэкстич здесь он нескольких цветов преимущественно в две нити и когда я начала вышивать этот бэк мне он совершенно не понравился вот вообще от слова совсем поэтому я приняла решение и бэкстич делать выкладной нитью тогда он получался как-то так знаете поровнее покрасивее то есть вот здесь вот коричневый цвет полностью вот он и по периметру везде идет этого фонарика потом здесь идет такой цвет морской волны такой зеленоватый здесь тоже я сделала выкладную нить дальше получается вот здесь листочек тоже и вот здесь вот фонарик тоже у меня там все в основном выкладная нить дальше дело дошло до зеленого вот он начался бэкстич и вот мне вот это вот излишняя пунктирность тоже не нравится но вот именно в этом месте я еще его оставила дальше мне предстояло сделать листики и птичку зелененьким бэкстичем и мне как раз вот оставалось совсем чуть-чуть и в понедельник 10 числа я повела детей на шахматы а там целый час сидеть ждать их и думаю как раз сейчас я вот этот весь бэкстич там совершенно замечательно сделаю начала делать не нравится вот категорически не нравится в две нитки и все вот хоть ты тресни вот но не нравится я благополучно все это дело то что успела на вышивать я выпорола там же перед кабинетом в коридоре и начала вышивать ниточкой в одно сложение бэкстич она получается какая-то светлая вообще ничего не видно я давай опять это дело выпарывать выборала значится взяла нитку на органайзере которая была не по ключу но просто она была потемнее и начала вышивать но тоже в общем то она светловато но тут я уже ничего переделывать не стала меня и так уже знаете глаз задергался и даже не столько потому что я вышью распорю вышью распорю а потому что когда еще и сидела возле кабинета там бабулька внучка ждала и когда мы пришли она уже там сидела ну бабулька старая видимо ножки болят плюс так долго сидеть и вот она сидит и вот ноги свои растирает вот это вот швырк 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 нет вышивка нифига не получается не она со своим швырк 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 глаз дергаться начал я немножко не доделала совсем вот буквально здесь вот один листочек уже все убрала хотя время было я бы не там бы закончила вот этот листик у меня осталось не доделаном его я доделал уже в следующие дни когда бы такая возможность тем более что ну здесь совсем чуть-чуть оставалось что касается канвы водорастворимых которые я начала говорить я вымывала я не знаю сколько времени даже я вымывала эту канву из-под крестиков я и замачивала и под проточной водой а вот стояла и прям вот это все вот так вот промывала я безумное количество времени на это потратила пошла утюжить и утюжила это с изнаночной получается стороны и беру такая ткань поднимаю от полотенца она у меня прилипла к полотенцу оказалось что у меня все равно вот это вот все не вымылась ой я взяла и по новой давай замачивать вымывать кое-как я избавилась от этой водорастворимой канвы кое-как еще здесь у меня такая маленькая замена я сам вот этот вот свет сделала металлика не слишком то его конечно тут видно но когда я сделала просто ниточкой просто мулине поключу ее в общем то тоже видно особо то и не было в общем страшненькая такая страшненькая вышивка с приключениями с нервами с какими-то маленькая но такая оказалась у меня знаете даже не время затратная а энергии как это сказать-то правило кучу энергии с меня высосала эта вышивка но результат ну знаете такой я не знаю вроде бы ничего да если издалека посмотреть но самое главное что я уже определила куда я эту вышивку дена она мне не будет валяться я сделаю из нее мешочек для и рогатки мужа большого мальчика есть такая игрушка рогатка и думаю что как раз отлично у меня этот фонарик туда пойдет ну пусть и страшненький но на этом мешочке для той вещи будет смотреться он я думаю хорошо здесь есть и французские узелки совсем немножечко но это вообще там полнейшая ерунда крестики какие-то вот даже не пухлые получились видимо за счет того что они у меня изначально сплавились просто-напросто вместе вот с этой вот водорастворимый конвой конечно когда я первый раз взяла и после утюжки вот эту всю вышивку так потрогала это было ужасно это прям вот пластик прям такой плюс еще вдогонку я после того как постирала у меня канва полиняла вообще на тут значится что у меня как типа хорошая канва не канва вернее а ткань это ты почерком какая-то там толь японская то ничего но в общем она должна была быть достаточно стойкая относительно и стирки в том числе и усадки и всего остального но по усадке я не мерила а вот в плане линьки оказался такой прям серьезный подвох это в принципе видно не сильно но видно потому что но еще там полоскала очень долго старалась как-то это исправить но все равно это видно у меня вот даже эти белые крестики которые должны были быть белыми они все же не белые они с таким небольшим сероватым отливом также как и остальные вот эти вот светлые нитки в общем то тоже да ладно уже бог с ним главное что я это вышивку все-таки победила и теперь она мне даже ну даже почти нравится вот такая вот маленькая козявочка заняла первые дни моего января дальше вышивка пошла уже более серьезная буквально 7 7 января когда мы вернулись наконец-таки домой и у меня был вечер абсолютно свободный я могла посвятить его вышивки и чему угодно в общем-то я могла делать все что хочу я начала вышивать натюрморт зимний натюрморт от она и как не начала продолжила вышивать было у меня вышито всего ничего у меня были вышиты по сути только вот эти вот плоды и шиповника а все остальное весь фон уже я завышевала в январе предполагала что вышью конечно больше тем более что меня очень сильно мотивировал уже появившийся от шифер не отшив а часть отшива одна из вышиващиц вышивает получается вот с нижней стороны то есть она вначале одну узенькую полосочку отшила сейчас у нее уже 2 двигается получается великолепно очень очень красиво объемно листики там вообще прям вот живые власти не такие знаете как отполированы и очень красивые но задержаться на этой вышивке долго мне к сожалению не удалось в первую очередь мне очень и очень хотелось вышить эту надпись зима вот в самую самую первую очередь не знаю даже почему так мне хотелось увидеть объем именно вот этих букв они как будто действительно по-настоящему выбиты на столешнице но я так думаю что это каменная скалешница ну и вообще закрыть вот здесь еще этот скучный угол тоже хотелось побыстрее вот эта часть она вышивается практически одним цветом то есть это так достаточно быстро и довольно скучно здесь часть тоже не особо богата на оттенки то есть если все это дело проскочила довольно быстро также есть довольно большие области вышивки и в основании вазы ну а здесь уже начинаются листья вот с этой стороны здесь лист начинается здесь уже конечно гораздо интереснее больший разброс стежков в принципе даже вот здесь можно я думаю видеть для как как это получается еще всего так попробую сделать вот будет сфокусируется нет не знаю то есть здесь вот все листья они вышиваются уже вот таким вот разбросом но зато это будет очень и очень красиво почему я эту вышивку отложила а все потому что мы заболели видимо пока вы там веселились на горках нахватали вирусов всевозможных и буквально уже наверное где-то одиннадцатого числа у меня заболел сын ну и далее уже по цепочке заболела и дочь она болела у нас в этот раз вообще очень тяжело у нее были проблемы с дыханием нам грозила госпитализация слава богу ну я не знаю просто наверно слишком уже были переполнены больницы в красноярске и нам дали шанс остаться дома к счастью я очень рада мы все-таки проблемы побороли сейчас уже все в порядке у ребятишек хотя ну это было страшно правда ну и соответственно эту вышивку я отложила потому что на своем креслеце благополучно я не сидела я была с детьми зачастую вообще совершенно невозможно было от них отойти ну и сидеть просто так ну тоже как-то бывает не прикольно потому что ну реально нужно просто сидеть и просто караулить это тоже напрягает нужно как-то все равно и вот эти плохие мысли как-то от себя отгонять и хотелось отвлечься вышивка мне нужна была такая попроще и по бумажке чтобы я могла вышивать по бумажной схеме не по электрон и взяла санту вот он как раз мне оказался в тему очень даже в тему у меня здесь бумажная схема и вышивка несложная и яркая позитивная то есть вот то что у меня в общем то должно получиться и то что у меня есть уже сейчас я вставлю картинку как это было на момент начала вышивки в январе этой картинке видите вышит у меня довольно много я иногда просто совершенно практически бездумно вышивала сани здесь очень 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 много полукреста большими довольно таки этот полукрест идет вот вот кусками что-то я вот прям даже запинаюсь после всей этой свистопляски в январе как-то мысли даже плохо очень формулируется даже у меня потому что в принципе я была замыкающей в нашей четверке болезненных ну в общем то сейчас тоже уже все хорошо ну почти все там какие-то по бочке остатки это можно сказать не в счет но не будем о грустном будем сейчас о хорошем я довольно серьезно продвинулась свои вышивки я очень много получается вышила хотя некоторые моменты знаете я вышивала очень и очень медленно у меня было много времени на то чтобы вышивать то есть леглась и на диванчик и даже не перетаскивала ничего там ни лампу никого в принципе мне было достаточно легла и там четко ковыряю себя действительно ковыряю я знаю это слово многим не нравится в принципе даже мне не очень нравится отношение вышивки но тут оно вот ну как нельзя лучше подходит потому что это было реально вот тык 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 медленно но верно все равно я двигалась в общем так цели было легко на полукрести несмотря на то что он вышивается в три нити и здесь такие большие участки до которые нужно зашивать одним цветом тем не менее были участки и посложнее как например вот эта часть у саней край он вышивается крестиком в четыре нитки учитывая что это аида восемнадцатого каунта то ну в общем это пришлось потрудиться тем более что две из этих четырех это были мулине а две это был металлик и для того чтобы это было как-то мало-мальски ровно ну я не знаю даже сейчас будет ли это видно насколько у меня это получилось но я очень старалась правда я очень старалась чтобы у меня эти крестики были ровненькими вот они здесь вот по краешку идут все здесь два оттенка разных идут которые с металликом ну не всегда у меня правда получалось но я очень очень старалась и ну в принципе в принципе выглядит мне кажется довольно таки неплохо и такая свистопляска она по всему идет вот по всему по всему по всему краю вот здесь до самого до до самого конца потому что вот с этой стороны тоже такие крестики есть есть эти крестики и в бубенцах небольшое количество ну на них я потратила вообще уйму времени и саму по себе я вышивала вот эту часть как раз у меня получается доча болела тут я как-то еще руками шевелила более-менее хотя это было сложно потому что все таки эти бессонные ночи эти нервы бесконечные они все равно сказываются какая-то определенная усталость и вышивать с обычной скоростью оказалось совершенно нереально а вот с этой стороны я вышивала уже когда болела сама и тут вообще руки не еле-еле шевелились от этим не было такое ощущение что я как-то за медленной съемки медленно-медленно это все даже если двумя руками все равно медленно прям жутко медленно ну ладно думаю медленно но верно вышила я получается здесь остатки вот инструмента сделала бэкстич также тоже здесь тоже все что могла ну да вышивала и бэкстич вышила также и вот с этой стороны я вышила полностью весь этот мешок с подарками также обекала но правда еще пока не до конца немножко у меня здесь бэкстич остается вышить совсем немножко буквально вот вот в этой части где-то получается ну и на домике немножко немножко фрузилков в общем здесь осталась прям сущая ерунда нужно будет сделать бэкстич еще и на шапке но это будет немного позднее когда я сделаю еще и фон фон я вышивать начала буквально совсем чуть-чуть это только потому что цвет который используется в фоне я им вышивала вот здесь вот синеньким на юле ну и длинный такой кусок оставался это бленд чтобы у нее никуда не мостить я решила его в общем то здесь вот и до вышивать и в общем то остается мне по большому то счету самая малость мне остается фон звездное небо и немножко немножечко совсем бэкстича и все не помню сколько здесь по крестикам что-то наверное тысяч 7 если в крестиковом эквиваленте да как сага переводит и бэкстич и и полукресты все сразу же считает ну в общем ладно цифра это дело десятое тут в общем то даже чисто визуально видно что остается мне вот совсем то и немного да вот то есть вот вот эту вот часть вышивать здесь полукрест насколько я помню но может быть если только чуть-чуть крестиков вот здесь вот в самой луне будет да и вот этот черный так вот этот черный у нас что полукрест идет вот в общем здесь дело пойдет я думаю что достаточно быстро я вообще думаю что может быть уже да и завершить этот проект в конце концов я считаю половину января вышиваю даже больше чем половины января потихоньку помаленьку и да уже довышивать его да и все как-то откладывать уже в общем то его и не хочется вот так вот волей судьбы у меня эта картинка взяла и практически до вышивалась но уже почти до финиша остается совсем немножко вот такой небогатый в общем то на вышивку у меня оказался январь обычно за месяц у меня сменяется довольно много процессов я под настроение беру то один то другой то большой то маленький а тут вот раз два три все но правда санта у меня очень и очень хорошо продвинулся а сейчас я вам покажу некоторые мои приобретения они все рукодельные в общем то один только есть у меня предмет который ну как бы не совсем рукодельный но непосредственное отношение к рукоделию имеет не знал даже что такие существуют итак одно из моих приобретений это вот такой небольшой наборчик это даже не набор это остатки от набора я обложку достала заранее чтобы не бликовала что можно было поближе показать это будет вот такие новогодние игрушки это будет продолжение серии флажков которые у меня уже есть есть четыре штучки украшают уже мой дом но я правда будут немножко переоформлять но когда будут у меня еще некоторые вот такие вот сюжеты но они маленькие они вышиваются быстро такие забавные мне больше всего нравится конечно вот санта с птичкой ну и наверное вот мишка тоже тоже очень прикольно вот эта птичка мне нравится прям классно ну не знаю я скорее всего все таки я вышью постепенно их все конечно я не начну их прям вот сразу сходу ну так потихоньку маленькую под настроение буду брать и в общем то здесь в этих остатках всего очень много очень много осталось ниток остался фетр неиспользованный то есть мне здесь нужна по сути только канва ниток мне наверняка хватит на еще один отшив но если вдруг вдруг чего-то не хватит ну я в общем добавлю в этом проблем никаких нет но как показала практика хватает на второй отшив именно вот таких вот игрушек вполне себе хватает еще здесь получила такие добрые добрые пожелания написанные от руки очень приятно прям очень очень приятно в общем вот такая вот штучка у меня будет такой набор и дальше я приобрела схему которую тоже довольно таки давно хотела как-то я даже сомневалась брать ее или не брать это ангел зимы от лавендер эндлейс совершенно замечательный в отшиве ангел от лавендер эндлейс я до сих пор еще ничего не вышивала у меня есть только рождественская королева от миробилии но некоторые сюжеты именно зимние сюжеты это рождественские всевозможные там ангелы королевы и так далее те же санта клаус и деды морозы есть которые мне очень нравятся и не хотелось их когда-нибудь вышить но время не резиновое конечно же поместить все что хочется в это время не получается но я хотя бы попытаюсь я хотя бы попытаюсь это сделать и вот одним из первоочередных моих вот таких вот проектов которые мне хотелось бы осуществить это именно вот этот зимний ангел схема схема я купила с рук потому что найти ее в свободном доступе у меня не получилось увы но вот хорошо я хотя бы с рук смогла ее купить эту оригинальную схему не знаю когда я начну вышивать конечно ну это наверное как вдохновение на меня сойдет но самое главное что сама схема у меня уже есть также я уже приобрела канву ну то есть это не канва как таковая да это идет равномерка наверное да в общем вот смотрите как называется правильно как-то интересное название такое у цвета вот у этого серого врать не буду сейчас уже когда будет у меня на руках буду показывать я уже тогда название точное скажу но я брала вот мне хотелось ткань именно по ключу вот именно так как советует дизайнер тоже я хотела приобрести нигде не нашла потом девочки сказали что идет совместная закупка и будут самые разные ткани привозиться непосредственно из Германии но получилось что только я в эту закупку записалась тут же мне предложили опять же с рук купить кусочек этой ткани ну соответственно намного дешевле поэтому я из совместной покупки тут же сразу же обратно удалилась пока была на то возможность и приобрела кусочек ткани остается только забрать также здесь используется еще и бисер но его здесь сколько вот раз два три да вот этот вот 2026 тоже был в наличии остается мне найти только два вот этих номера и все крейник по моему у меня да вот крейник еще я потом посмотрю ну вот самое основное для того чтобы во всяком случае начать это вышивать у меня в общем то уже вот практически есть потихоньку помаленьку вот оно собирается и в общем то уже вот можно вышивать вместе с этой схемой приехали такие приятные мелочи это вот такой вот сувенирный набор от Леолис но это ребятишкам моим достанется он потом вот такие вот прикольные штуки смотрите красивые разные и вот эти клевые пуговки деревянные деревянные пуговки я вообще люблю классные ну тоже куда-нибудь я их обязательно приспособлю вот такая вот у меня такие были приобретения небольшие и еще я получила в подарок кое-что сейчас тоже похвастаюсь прикольные штуки ну это вот такое вот он как холст идет от Абрисарт для вышивки бисером такая вот штучка я вышивала однажды вышивала красную машинку но там была она прям набором вот этот вот холст потом подставочка ну что-то типа мольберта такого мини мне в принципе понравился результат очень единственное что вышивать на этом холсте было ну сложновато все-таки он такой довольно плотный ну я думаю что здесь вышивать то в принципе немного я справлюсь здесь кружка будет очень красивая также от волшебной страны здесь вот такая вот бобинка прикольная вот снег игла у меня снег игла уже есть даже целых две но лишним они никогда не будут потому что одна у меня уже так прилично погнулась и вот такая прикольная штука это такой своеобразный набор вышивка на полотенце то есть здесь идет вставка для вышивки вот она вот такая идет то есть ну как канва очень удобно будет на ней вышивать вот так схема соответственно вот здесь вот такая вот в принципе здесь можно вышить то и все что угодно само полотенце такое мягкое мягкое такое прям пушистое махровое небольшое но очень-очень приятное такое знаете на ощупь прям классное спасибо большое Наталье за такой подарок и вот такая вот штука тоже от Натальи как вы думаете что это такое это игольница это игольница она вот так раскручивается она вот так раскручивается и туда уже бросаются и колочки так вот у меня под рукой нету и я пока ее не пользуюсь возможно я буду брать ее просто с собой куда-то но на свое место вышивальное я ее пока что не определяю потому что были попытки у меня ее с кому не ездить игольница насколько я понимаю она деревянная такая интересная штука прям классная вот вот такие вот у меня сувениры были на Новый год вот эти наборы тоже получается я получила прям перед самым Новым годом и сразу же после Нового года думала что все это будет идти очень долго но на удивление Почта России справилась прям на ура очень-очень быстро мне все это дело пришло не смотря на новогодние праздники так еще хочу буквально минуточку уделить время лампам я как-то жаловую что осталась без лампы так как моя обестеневая лампа она осталась без света короче говоря я потому что лампочки перегорели и где искать эти лампочки было неизвестно потому что там лампы идут вот такого плана даже наверное не видно не видно подстерлась уже ну в общем я для чего показываю есть замены и вот девчата спасибо вам от всей души огромнейшее кто мне написал и сказал где и на какие лампочки можно сделать замену и прям вообще отдельное отдельное спасибо Наталье которая сказала где у нас даже в Красноярске можно найти замену для таких лампочек потому что в каждом магазине увы они не продаются очень специфические лампы и вот я показываю лампу на которую в общем то произвели замену и которая подошла поэтому я благополучно со светом теперь у меня все хорошо вот ну и последняя штуковина которую я вам хотела показать она тоже попала ко мне совершенно случайно это было вообще в наборе художника для моей дочери там разные краски всевозможные кисти и прочее прочее и в том числе вот такой вот уровень т-образный уровень я в начале честно даже не поняла на кой он там нужен художнику то но уже разбираясь инструкцией я только тогда поняла что это штуковина этот т-образный уровень может оказаться очень и очень полезным именно вышивальщица потому что с его помощью можно ровно и аккуратно вешать картины наши вышиты то есть здесь замирается точка у самой картины так здесь видно вот здесь лучше будет видно я думаю то есть замеряется точка у самой картины как она должна висеть и потом уже этот уровень прикладывается к стене именно вот эта точка и отмечается когда мы вешаем картину она именно на том месте на которой на котором она у нас должна быть чтобы не было вот этих вот бывает что вроде бы ну как я гвоздики не вбиваю получается мне это проще я крючочек просто на леске заворачиваю на нужном мне месте но и даже так я картину вешаю за счет того что идет прогиб вот либо веревочки либо лески которые есть у картины и картины получается не на том месте на каком она мне нужна она получается ниже или выше да вот за счет того что ну раз вот так вот и подвинулась а с этим уровнем получается сделать это ровно сразу с первого раза гораздо проще то есть я уже уровнем отмеряю где именно должен быть вот этот крючочек и вешу я уже попробовала муж мне собирал этот уровень правда мы его потом кое-как разобрали чтобы убрать вот такая вот штука сейчас я вам его наверное не соберу но я думаю что и по картинке в принципе вполне себе понятно как это работает то есть он здесь со всех сторон уровень очень легко все это дело делается как-то вот ну короче ладно я не буду вам здесь сейчас показывать как собирается разбирается в общем здесь вот все видно собирал разбирал муж поэтому ничего не могу вам сейчас более дельного показать в общем вот так он работает так что если такой увидите когда-нибудь берите очень полезная штука оказалась вот так вот он конечно не только для картин он и вообще для всего-всего но здесь он позиционируется как вот для художников но мы чем с вами не художники и еще я вам хотела кое-что показать у меня тут целая смотрите пачка целых три папки я думаю что многие узнали уже что это такое что это ст здесь у меня остатки здесь у меня набор новый набор ст который я получила совсем недавно и я до сих пор нахожусь в сомнениях показывать ли у себя на канале что внутри потому как последние обстоятельства то что происходит сейчас в соцсетях со схемами схемами самыми разными дорогими недорогими в общем-то неважно воровство просто воровство действительно доходит до такого абсурда когда люди даже ни капельки не стесняются если раньше воровали схемы пиратели даже у меня были какие-то пиратские схемы по которым я вышивала когда-то давно просто где-то может по незнанию наверное скорее всего потому что когда я больше окунулась вообще вот во все это я перестала пиратить перестала скачивать эти бесконечные схемы я их совершенно нелегально покупаю у дизайнеров меня даже часто спрашивают а где вы свои схемы берете ну как где производителя где напору производителя схему производителя и не надо говорить про дороговизну ну да где-то дорого но где-то то есть совсем недорого а ворует то все подряд все что плохо лежит и дорогое не очень и в общем мне конечно же хочется мне хочется вам показать поделиться своей радостью те сюжеты которые я планировала вышивать тем более что этот вот набор новый а эти остатки у меня уже довольно давно лежат как бы одни с прошлого лета одни еще раньше я как-то все собираюсь показать показать все собираюсь собираюсь но чем дальше тем тем меньше у меня остается этого желания значит такая борьба с собой вроде бы и хочется а с другой стороны я просто не хочу кормить вот этих вот ушлых тетенек которые перепродают ворованные схемы вот и как быть я не знаю вот с одной стороны вроде бы и хочется с другой стороны и чего-то и не хочется и вот в общем я не знаю все-таки что я решу покажу я в итоге все-таки это все либо я может покажу только когда начну вышивать ну не показываю до сих пор еще вот именно как раз таки вот относительно этой уже вот действительно абсурдной ситуации ну просто у которой нет я не знаю никакого уже объяснения кроме как наживы некоторых товарищей очень многие люди ведутся просто-напросто кормят и мошенников и воров я не боюсь уже этого слова потому что в некоторых случаях под другого слова просто уже не подобрать абсолютно ну когда что-то показывается какой-то сюжет на каналах на ютуб многие его видят многие хотят и естественно спрос рождает предложение тут же вот многие вот эти товарищи предприимчивые они находят эти схемы и начинают их перепродавать то есть чужие схемы чужой труд они перепродают и зарабатывают вот на чужом я грабовываю себе деньги ну мне не хочется кормить этих людей вообще не хочется никак но волей-неволей у меня это получается потому что я показываю ну как знаю мне опять же хочется поделиться ой не хотелось конечно мне на такой печальной ноте заканчивать свое видео но ну вот так вот так я как бы просто наверное пытаюсь объяснить почему я показываю по крайней мере сейчас не все я никогда не делала каких-то особых интриг меня знаете как говорится кипяток не держится в одном месте я всегда показываю то что я собираюсь вышивать что я купила но с некоторых пор ситуация несколько изменилась и какие-то схемы какие-то наборы я оставляю для себя и только для себя только самые близкие мои вышивальные подруги они в курсе того что у меня есть что я купила но вот на большой экран для широкой общественности я пока решила это все дело не показывать ну не знаю может быть конечно желание поделиться радостью у меня все-таки пересилит или может быть как-то ситуация вообще в целом несколько изменится и я не знаю поэтому в общем я объясняю почему это так все равно я надеюсь что все будет хорошо ситуация вообще во всем изменится к лучшему вышивки вообще в мире в целом со всеми этими вирусами и так далее и мы возможно когда-нибудь наверное может быть вернемся приближней своей жизни размеренной более спокойной я на это очень надеюсь и всем вам этого желаю ну и на этом все вот таким вот был мой вышивальный не очень вышивальный январь всего вам всем самого-самого доброго и пока и пока и пока и пока что